друзья здравствуйте вы на канале русма ченнел друзья всем доброе утро как вы видели наши сборы утренние значит мы собираемся в очередную поездку сегодня у нас в рубрике маршрут выходного дня поездка в город бокситогорск ленинградской области мы по пути мы планируем навестить посетить извините два монастыря один монастырь мужской один женский женский скид там вот на улице как вы видели 11 12 но что-то правде говоря ощущается холоднее что я хотел сказать друзья попробую сегодня видео записать на эту камеру в качестве 4k так что посмотрите есть разница или нет мне тоже самому интересно стоит ли снимать в этой формате или остаться full hd потому что может быть на телефоне разницы точно никакой нет это разница на начнется только на большом экране телевизора видео значит забил навигатор по навигатор у нас двести сорок три километра ехать 3 часа 3 часа до пробок сейчас нету пользуясь случаем поздравляю всех с праздником сегодня 23 февраля предстоят большие выходные но у нас по графику работаем суббота воскресенье вот так что у нас выходные такие укороченные но тем не менее вот 23 мы сегодня выходные наташа сейчас одевается позавтракали взяли с собой термос взяли с собой всякие там перекусы небольшие принципе все выдвигаемся в сторону бокситогорска я мы уже в пути моя супруга наташа куда мы направляемся 1 вопрос правильно на этот раз запомнил бокситогорска еще с посещением монастыря первая остановка да ну двух если все удачно как планировали двух монастырей первая остановка до боксика и до бокситогорска будет у нас монастырь я вам потом остановимся расскажу название немножко выписал из интернета про его историю небольшая передышка друзья остановились повернули уже в сторону тихвина посмотрите какая красота на улице 13 градусов чистый снег морозец яркое солнце хотя сегодня передавали пасмурно прогнозу и всю дорогу передают пасмурно но но не пасмурно решили немножко размяться ой защемило кушак сделать пару фоток на красивом солнечном поле ганташка друзья вот дороге мы съехали посмотрите написано остановка галично или галично вот здесь указатель стоит поворот вот мы здесь остановились по прямой три километра до монастыря осталось сейчас едем вперед и там на месте я вам уже порассказываю что это за место наконец таки мы добрались добрались до монастыря это большая автостоянка вот наташа еще сейчас одевается вот посмотрите столько машин только еще вокруг места сюда по моему даже автобус какой-то ходит значит сейчас пойдем к входу вот здесь ворота вход монастырь но я вам по шпаргалочке немножко значит расскажу куда мы прибыли называется во первых это антониева дым антониева дымский свято-троицкий мужской монастырь основан в 1240 году то есть 13 веке вот основатель преподобный антоний родился в новгороде 1206 году значит он был учеником варлама хутенского и впоследствии он здесь основал монастырь пришел на озеро здесь озеро если не ошибаюсь дымская называется сейчас мы тоже до него если тропиночка есть дойдем вот что еще значит монастырь трижды разрушался разрушался первый раз татарами в 1409 году 1611 году шведами ну и третий раз при советской власти был запущен и вот друзья выходя со стояночки сейчас покажем прямо большой вход ворота вот сюда вот погодка замечательная ветра нету солнышко все искрится вот такая красивенная дорога три километра ехали по лесу все отлично давайте пройдем вместе и посмотрим да весь вход на территорию монастыря на берег озера к часовне открыт для посещения 7 до 20 входим в ворота друзья впадаем на территорию монастыря а вот и черный кот сидит киса киса я тут подкармливают желтоглазый такой красивый ой 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 холодно тебе сегодня он 15 почти градусов нам теперь даже и дать то ничего такого нету да пирог же ты не будешь пирожок кушать друзья посмотрите один наверху а сейчас прыгнет а вот еще один киса 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 нам тебе и покормить это еще котеночек маленький на один вон наверху как он туда залез на этот забор все спрыгнул да как ты туда залез чего ты там делаешь пушистик чего ты там делаешь как домовой домовенок кузя весь лохматый киса до вас целая куча вас тут целая куча ты такой пушистый наверху друзья здесь вот написано видите реконструкция сфере восточного кон корпуса мужского монастыря подсвечной магазин гостиницу и кафе для паломников ну тут сами видите да видимо все это реставрируется но все упирается на финансирование окна разбиты двери закрыты к сожалению немножко в таком плачевном состоянии ци он тебя на ручке взял он думает кушать хочет а ты его киса киса пускай дрожит дрожит друзья вот посмотрите старые захоронения плиты вот здесь кладбище монастыря и вот здесь написано кто какие годы похоронен перечислено вот все сейчас под снегом конечно вот небольшой здесь погост такой так но мы подходим пахнет дымом сильно так пошли отпускай пахнет дымом печка топится вот это вот видимо пристройка или новая или восстановленная вот ведутся работы это вся стена исписана зина кирилл дмитрий вадим вероника кого только нету не знаю кто это все так написал но это пристройка да сама церковь вот она старая еще киса одна да сколько вас туда сколько вас тут так друзья соборный храм казанской иконы божьей матери вот он на реставрации видите вот так вот выглядит наверху колокольня красивенное дерево вы не и рядом и сплошные коты сплошные коты атакуют нас все следы за нами бегают морозно холодно кушать хочется ничего с собой не взяли на солнышке ничего да где ветра нету так уже даже а вот посмотрите друзья да вот этот разрушенный корпус это вот наверно на картине вот так вот он выглядел раньше нет это не корпус это вообще сам вид монастыря был вот такой вот стороны наверное большой достаточно стеной обнесенный был вот принципе остался наверно только из 2 это вот этого церковь да хватит за нами ходить то мы на озеро идем а вы куда я на информационных стендах вот так вот нарисовано видите в каком состоянии было принципе вот сравнить видите достроено вот такая она разрушенная была вообще это церковь вот так восстанавливалась еще в 90-е годы ну а здесь краткая история монастыря начиная от древних времен от начала основания так далее все вот на нескольких плакатах написано друзья к озеру ведут дорожка прямо хорошая расчищенные фонари стал бы вот указатель на озеро часовня вот такой кстати здесь туалет отличный современный не знаю не заходили работает или нет но скорее всего да так но мы вот так вот по указателю и дойдем до озера и там должна быть на берегу часовня жалко конечно что не лето воды не видно сейчас наверно будет как сплошное просто поле снежное вместо озера но тем не менее да да ну да недавно далеко вон метров 200-300 друзья добрались до озера вот она там даже кстати он рыбаки сидят вот она такое она не очень огромная не очень большой вину так сейчас хотим дойти до часовни вот здесь вот в лесочке на берегу озера часовня стоит он еще один котофейка сидит на солнышке кисать 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 на так друзья вот здесь деревянная часовенка сейчас почитаем смотрите какая красота деревья какие вы не все верхушки сегодня часовня тихвинской иконы божией матери написано вот сооружена в лето 2021 первого года то есть она совсем свеженькая год ей всего полтора года друзья чуть дальше вот от деревянной часовни буквально 100 метров проходишь вот здесь часовня одна еще каменная наташа пошла давайте посмотрим куда она пошла в раздевалку потому что здесь купальня пойдешь купаться что здесь кабиночки ну-ка пойдем дальше тапочек чей-то валяется он и с раздевалки друзья вот выходишь на озеро прямо на берег озера вот там стоит крест в воде и видимо купальня сейчас конечно она замерз но на крещение скорее всего здесь была купальня спустимся на лед я думаю здесь он крепкий более такие морозы стоят вот друзья видите весь размер озера ну в ту сторону метров на 500 но и в ширину может быть по более может километр наверное небольшое озеро но славится своей целебной силой еще в 19 веке здесь купец приехал в один достаточно такой богатый и говорят молился он в храме и несколько раз искупался в озере и у него прошла вся хворь пожертвовал он денег на восстановление храма так далее так далее в общем вот говорят что озеро здесь целебное намоленное видимо вот здесь купелька была летом туда выложили вырезали сейчас конечно все замерзшие вот здесь в воде крест еще поклонный стоит такой крест друзья он и летом ведь стоит на фотографиях видно в землю в дно вбитый но такой вид открывается отсюда с воды грубо говоря на часовне ну монастырь сам не видно он за лесочком и достаточно морозно ветерочек так в лицо да немножко прохладно будем наверно уже пройдемся обратный путь до машины поедем бокситогорск потому что для него еще где-то километров 10-15 ехать погуляем по городу покушаем время сейчас около 11 но как раз будет обеденное время на обратном пути еще один заедем женский монастырь друзья зашли вот часовенку здесь конечно тоже холодно вот свечки стоят здесь образ александра невскому икона вот сам значит антоний и вот варлам хутенский это был который учитель антония который в новгороде в общем так вот наверху голубь нарисовано да иисус христос делал мария до обернулись а сзади вот еще сергию радонежскому песка и вот здесь еще серафим саровский все святые да все знаменитые святые свечки пожалуйста можно пожертвование вот здесь икон это молитву почитали преподобному антонию так что вот друзья такое вот здесь благословенное место друзья зашли еще в деревянную часовенку на берегу который вот новая а здесь как раз так совпало да что сегодня 23 февраля день защитника отечества здесь написано иконы вот пожалуйста муромские богатыри даниил никитич алексий попович так далее вот здесь вот тоже святые воины заступники земли русской дмитрий донской александр пересвет и игорь черниговский такое вот а это иконы тихвинская икона божией матери вот здесь молитва написано а мы все кидаем территорию монастыря погуляли походили посмотрели все кисы нас провожают сидят вон и сколько раз два три четыре чем-то вас там покормили да немножко дали покушать вам что там корма данная женщина насыпала все друзья собираемся едем в сторону бочитогорска сейчас ну да ну послушаем в других учетов там кошек не замечали сколько были здесь прямо много их штук десять здесь тут восемь и на виде вот 20 минут езды от антонио дымского монастыря и мы находимся больше тогорске остановились здесь почти на въезде недалеко вот автобусная станция магазин пятерочка кружочек пройдемся по городу может где-то кафешечка будет покушать погуляем погода хорошая немножко потеплело минус 10 идем в центр центр вроде как по карте где-то примерно в том направлении пока идем немножко из истории города значит город город не очень большой видите застройка вот такая в основном несколько этажная четыре пять три этажа но всяк случай пока нам попадалась такая значит и какая небольшая предыстория 1869 году здесь были найдены залежи боксита содержащие глины для производства алюминия это глина использовался ну и соответственно построили заводы со временем наверное добывали здесь глину бокситную потому и город получил название бокситогорска значит что дальше население на данный момент примерно около 16 тысяч человек скорректировали дорогу спросили у местных жителей повернули налево сказали значит дворец культуры и центр города там там же и парк центральный будет но вот здесь вот показали здесь находится школа мы так сейчас прямо пройдем прогуляемся хорошо чистенько в городе малолюдно до малолюдно машин мало не грязно соли не посыпано ничего приятненько в зелени много вот смотрите да летом здесь наверно все деревья зелени застройка такая вот типичная два три четыре этажа пока что выше не видели так есть подозрение что вот это наверно парк что-то мы пока не видели дворца культуры ничего друзья на общем вот такая типичная застройка я еще раз повторюсь хорошо чистенько аккуратненько немноголюдно пройдемся здесь вот вот это голубоватое здание это написано филиал государственного ленинградского института имени пушку университета имени пушкина вот но остальное пока ничего какие-то да впереди вот что-то красивое тоже голубое увидел вообще конечно центр все аккуратненько домики хоть и видно что не это старые но посмотрите крышу у всех почти да ну как бы видимо отреставрирована все покрашено домики аккуратные чистенькие очень даже прилично вот какие фонарики в парке стоят вечером здесь наверно все подсвечивается достаточно приятное пока что впечатление без названия но символизирует мать и дитя как сказал наташа но видно что такое на советских времен еще памятник старый достаточно так продолжаем движуха там какая-то смотрю впереди что дети там может там каток какой или мне кажется что там такое так друзья вот это похоже есть центральная площадь города скорее всего вот это и есть дворец культуры который мы вам говорили красивый чистенький отреставрированный музыка здесь играет какие-то детские развлечения видимо праздник вот ну и площадь и на площади кто конечно же дедушка ленин стоит пройдем вокруг площади обойдем посмотрим что здесь происходит дети через скакалку прыгают всякие конкурсы давайте покрутимся друзья на центральной площади прилично здесь мне очень даже нравится тут детский праздник как я повторюсь проходит ну и вот владимир ильич указывает верный путь и туда вот на спуск вниз город чуть-чуть с горочки так мы наверное пройдемся как-нибудь вокруг этого парка выйдем сейчас вот туда пойдем тоже на ту сторону здесь уже немножко чуть-чуть стороне от центра видимо спальный райончик и вот здесь мы увидели садко пицца написано заведение не знаю еще проверим работает ли или не работает хочется покушать но пока мы никакого кафе больше не встречал единственное вот это вот там видно спортивный комплекс такой типичный видимо газпромовский который строит по всех городах обычно такой типовой проект подходим посмотрим что здесь друзья в садко значит что мы взяли покушать два салата цезарь два чая и три вида пиццы по кусочку каждого взяли и там еще подарочные две конфетки нам очень все вышло 790 вроде бы 790 до наташ туалет вон там есть игровая комната на занят все будем кушать будем пробовать там расскажем все что осталось наташа сказала салат даем в машине в контейнере заберет собой вот такие нам конфетки дали к чаю одну съел называется цветочки для дочки а для дочки а я думал для девочки вот эти называется супер заяц пензенская область попробовал одну внутри сгущенка помадка и в шоколаде объелись на ели взяли еще по одному чаю в общем друзья вот кафешка нас согрела прикормила много детей здесь вот всякие видите немножко в углу аттракциона сделаны пока кушают детки здесь занимаются над нами камера а у нас самих камера наш но поделись поделись мнением о заведении садко пицца в городе бокситогорске значит да да немножко прохладно и и разогревают микроволновки она пока стоит под колпаком и она конечно немножко остужается мы взяли три вида как я повторюсь вот ну наташа просто много но два по 200 взяли конфетки нам еще вот анташа салатиков машина еще несет говорит поеду по пути доем этот как он называется я уже забыл цезарь точно ну да ну да да мы их только обычно такой в кафе берем друзья пока сидели хотели вот показать вам да опять же вот посмотрите дома крыши все новые почти и мы обратили внимание какое большое расстояние раньше строили дома какой простор и улице какая ширина до между домами и так далее в общем очень приятно мы сейчас вот по этим где желтые домики по это улице спустимся вниз делаем кружок по городу и выйдем уже к машине будем выбираться из города в сторону следующей достопримечательности улица лимонных домиков это мое название то я так сам назвал все выкрашены до с обоих сторон одинаковый цвет балкончики тоже чистенькие у нас даже наш балкон до впитере это как-то более такой осыпающийся и так далее здесь посмотрите какие-то строительные балкончики очень даже симпатично и приятненько вот здесь такие вазоны стоят до летом цветочки наверно вдоль дороги так что вот улица социалистическая называется друзья обратите внимание до окошечки как нарядно сделаны и такие типа балкончиков на них конечно не выйдешь они какой-то функции не выполняют свои наверно но все так очень здорово и аккуратненько сделано водосточные трубы такие новые хорошие вот эти подвалы все закрыты как в общем очень приличное нам понравилось в городе до цари маленький столик и стульчик даже стоит просто игрушечные домики все такое покрашенное все такое ухоженное крыши много хороших крыш посмотри каждый домик от другого немножко отличается да и формы балконов и так далее очень здорово вот вся эта улица такая простор какой площади какие между домами и вот зайти в один из дворов посмотрите друзья на солнце какая красота до вход как это такие с арочкой с ступеньками замечательно просто замечательно проблем с парковка нет дворачи дворы чистые никакой грязи ничего посмотрите но здесь вот стадион вот там вот мачты стоит освещение вижу надпись большую я люблю ленинградскую область далеке церковь название не буду врать не знаю такая деревянная там вот этот газпромовский спортивный комплекс в общем вот посмотрите друзья просто вообще город какой-то мечты очень здорово да 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 но внутренний балкон и внутри да это фонд социальной защиты здесь не заграждено до города и но это тут не частный дом это какой-то фонд социальной защиты но все равно тем не менее все как-то покрашена все отреставрировано мы если честно думали что боксиктогорск ну совсем такой за трапезный город там вот оказалось очень даже прилично мы очень даже удивлены все как бы так мусорки все огорожены все нигде не набросано все вокруг так это да чистота и красота и порядок самое главное простор какой во дворах дворы свободные вернулись улицы желтых домиков попадаем на улицу розовых розовых домиков да очень даже интересно мы немножко прошли дальше чем это положено машинам где-то в той стороне спросили сориентировались немножко возвращаемся к машине любуемся покрашенными домишками все очень интересно малолюдно так ну спокойно как то хорошо машин мало людей мало здорово продолжаем друзья движение по розовым домиком здесь только что прошли здание полиции вот здесь судя по всему наверное похоже внешне можете ошибаюсь еще не дошли но похоже на мчс может быть как пожарная часть как будто хотя может быть и нет с колоннами балкончики беленькие чистенькие ухоженный городишко еще раз повторюсь конечно на ухоженный пришли на другую сторону да я был прав бакситогорское городское поселение надежную противопожарную защиту пожарная часть так следующем доме обратите внимание какой формы здесь балкончики каких мы только не вели он там ромба видны и вот такие он дальше каких мы только не увидели в этом городе ну даже балкон отремонтированы и не захламлены пустые чистые но вот где-то тут какой-то велосипед и лыжи стоят и все в основном ничего не захламлено все так прилично все-таки мы не удержались пошли на эту улицу зеленых домиков посмотреть поближе очередные балкончики наташа говорит хочу посмотреть вот те вот круглые входы в подъезд такие и сверху тоже сделаны балкончики это улица дымское шоссе называется вот смотрите друзья я бы сдалека вам говорил права за пол на улице если летом будут на все посажены цветы какая красота будет до казалось бы одинаковая почти застройка да но вот каждый дом все но какой-то немножко индивидуальный вот пожалуйста до входы до входа в парадную и с этой стороны то же самое да да не одна лестница наверно лестничная на площадка скорее всего здорово вышли вот еще на очередную площадь полностью вся российскими флагами увешана прошлись по это улице вот сюда вверх сейчас берем чуть левее идем искать свою машину здорово друзья ну посмотрите разве не красиво какой-то игрушечный городочек так все наверно сегодня потому что еще солнечный день да поэтому все в таких красках играет чисто все чистенько аккуратненько так друзья я как водитель еще одно сделал точнее не замечание а наблюдение что в городе почти нигде нет ни одного светофора мы не видели где-то улицы главные где-то второстепенные где-то равнозначные перекрестки но светофоров нету ну не такое здесь движение мощное но во всяком случае мы в питере привыкши что кругом светофоры только светофор включается и на больших перекрестках начинается коллапс здесь этого не надо пожалуйста подъехал посмотрел остановился пропустил принадленности все видите достаточно мало машин всего такого сейчас за пригорок мы вниз спускаемся машина наша там должна быть выбираемся из уютного городка как наташа сказал одним словом городок уютный до повторимся еще раз очень даже нам все понравилось здесь день и наташиных слов про уютный городок посмотрите друзья зашли шли мимо и смотрим написано на урне компания уютный дом на то есть слово уютный наташ почти как угадал в названии этого города у местных местного водителя он говорит единственная заправка на въезде в город кириш и автосервис вот она здесь позади нас друзья 52 рубля 95 стоит заполнили полный бак то что обратно нам порядка там 260 270 километров ехать мы немножко сейчас по другой дороге поедем все выдвигаемся сколько наташ время уже 14 часов до все выдвигаемся на следующую локацию следующая локация куда мы приехали поселок семной вот он так выглядит как будто дачный дачный какой-то поселок мы приехали вот сюда наша задача посетить вот этот монастырь так по шпаргалочки у меня называется это свято-троицкий скит веденского женского монастыря который находится в тихвине вот тут находится церковь флора и лавра постройки 1583 года и свято-троицкий собор вот какой из них какой надо посмотреть здесь открыто попробуем зайдем пройдемся посмотрим тоже красиво да чистенько все белый снежочек подписи никакой нету как называется не буду вас путать наверху колокольня видно колокола тоже людей никого не видно дорожки почищены чистенько но безлюдно ну только к сожалению да не попасть может быть он как сказать на реставрации не действующий дверь закрыта во всяком случае веревку дергать не надо это возможно колокол какой-то до территория небольшая вот заборчиком угороженной такой небольшой совсем монастырь жалко что не попасть здесь вот могила протеерея старая кстати 1865 год год николаев и николаева двое похоронены мужиной 1865 1933 ну обойдем хотя бы церковь вокруг в принципе все видите забор дальше уже частные дома здесь тоже позади алтарь иконы встроена прямо в стенку ничего вам больше рассказать по правде говоря мы здесь не сможем как бы вот информации не шибко много я что-то читал название тоже вот могилу кругом вокруг вот там еще смотрю часовен когда за забором находится еще небольшая часовенка еще посмотрим в очередного монастырского кота идет 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 кот кот я погладить то можно тебя погладить это можно кота ну иди сюда красавчик молоденький не бойся не бойся не бойся ты здесь живешь ты здесь живешь хороший хороший ой 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 лоскотица-то ой лоскотица-то как да ласковые коты ласковые монастырские коты кота да лапки холодно ладно друзья выходим наверное да с территории ни одного человека никого ни одной души кроме кота да ты куда в дом бежал куда-то или куда-то бежал это что поехали до дому тогда друзья остановочка пока не стемнело до питера еще почти 200 километров ехать остановились на стоянке мы прямо у дороги здесь вот эта трасса еще с тихвина мы еще на мурманку не доехали где-то километров 60 наверно еще ли 70 сейчас попьем чайку наташа доест свой салатик наверное салатик будешь доедать нет значит домой повезешь все у нас сегодня что здесь я вам показывал чай шоколадки по бутылочке сока есть если хочется сока по булочке по пирожку там в общем все друзья будем чаевничать сахар не надо или надо а мы ложки не брали горячую еще заварится пирожок с капустой на улице минус 9 между прочим пьем чай на улице держит пирожки откуда наташа из кулинарии из этой пятерочки выпечка наши пирожки На этом поездка наша закончена. Видите, мы только поднялись домой. Время 10.07. Добрались все хорошо, слава богу, нормально. В Питере, кстати, пошел снежок. Вот. Нам понравилась очень поездка. Сегодня нам повезло из Погории, да, со всем. Все, что намечали, все посмотрели. Все здорово. Все это будет видно в видео. Если вам понравилось, сообщите нам, смотрите, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. До скорых встреч. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok